Ведущие тайн гроссмейстера Игорь Мищенко, Яна Левицкая В шахматы они играют отлично, но противостоять друг другу не будут. Их соперниками становятся исключительно гроссмейстеры, которые во время партии раскрывают все самое тайное и ценное. А вот что будет на кону, узнаете совсем скоро. Сегодня партию в шахматы сыграет Гроссмейстер Антон Усов. Сфера деятельности – международные финансы. Титул – старший советник по вопросам прессы, этики и пиар-стратегии ЕБРР, член Королевского института по связям с общественностью. Цель – развитие экономики Украины и стран СНГ. Тайны – знает, как бизнесу получить поддержку Европейского банка реконструкции и развития. В эфире «Тайны гроссмейстера», я Игорь Мищенко, и мы начинаем. Здравствуйте, Антон. Спасибо, что пришли. Мы играем в шахматы и говорим о том, в чем вы являетесь гроссмейстером. Мой первый ход. Насколько я знаю, по-моему, что около 15 лет вы уже работаете в ЕБРР. Скоро 18. 18. То есть, кто как не вы понимаете, что там происходит, потому что со стороны много новостных поводов. То есть, вы довольно активно работаете в Украине. Я так понимаю, самый крупный портфельный инвестор – это ЕБРР на сегодня. Правильно? Да, можно сказать и так. Как выглядит эта организация изнутри? Я был в здании. То есть, это классический такой европейский офис. Но как внутри? Как это все работает? Организация достаточно сложная, потому что мы состоим из очень многих департаментов, поддепартаментов. Мы занимаемся практически всем от ядерной энергетики до конфет. Эти департаменты существуют независимо. То есть, они по отраслям делятся? Да, они делятся по отраслям, по направлениям. Очень многие департаменты расположены таким образом, что они охватывают не только Украину, но и регион. Регион, наш регион. И здесь же в Киеве находится региональный директор. Он охватывает Беларусь, Украину, Молдову и Кавказ. То есть, очень многие люди, которые сидят в Киеве, они работают и на регион, и на другие страны. Поэтому такая достаточно запутанная структура. Сколько это людей и, собственно, кто они? В киевском офисе работают постоянно порядка 80 человек. Это в основном банкиры и финансовые аналитики. Это люди, которые разной квалификации. Как я сказал, порядка, наверное, 60 национальностей. Очень многие из этих людей пришли к нам с других рынков. То есть, такой хороший интернациональный коллектив. Нам это нужно, потому что работа имеет два направления. Во-первых, надо работать здесь с бизнесом, понимать, чем дышит бизнес, работать с клиентами. Но второй момент – работать с внешними рынками, потому что значительная часть работы состоит в том, чтобы привлекать на рынок инвестиции. То есть, мы должны работать с международными банками, с инвесторами. Должны быть люди, которые говорят с ними на одном языке. И те вещи, которые они рассказывают, они должны быть близки для западного бизнеса. Потому что не БРР единым. Мы должны всегда привлекать инвесторов, которых, к сожалению, здесь очень мало. Те, какие компании имеют шанс на сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития, потенциалом особенным, или какой-то структурой управления особенной. Или это, в общем-то, доступно для любой компании? Они должны стремиться к тому, чтобы стать лучше. То есть, это могут быть молодые компании, это могут быть компании уже устоявшиеся. Что значит лучше? Компании должны улучшать финансовую отчетность. Как минимум, проводить ее регулярно. Компании должны… Международные. Конечно. Ну, можно начинать с отечественной, но стремиться к международной. Компании должны внедрять стандарты корпоративного управления. Компании должны стремиться к прозрачности структуры акционеров. Потому что, к сожалению, вы, наверное, сами знаете, очень много есть компаний, которые… Очень много есть компаний, которые работают. Но фактически нам непонятно, кто за этими компаниями, то есть, кто является выгодоприобретателями, конечно. Это очень большая проблема здесь, в Украине. То есть, мы стремимся, чтобы компании, которые приходили к нам и с нами работали, они были максимально прозрачными. Не скрою, очень значительное количество бизнеса, которые к нам приходят, большого, малого, они к нам приходят не только и не столько из-за денег. Вот эти все стандарты, которые мы внедряем и которые мы требуем от компании, они настолько важны для рынка, они с течением времени никогда не ослабевали, что работа с нами, ну, если хотите, это вот такой знак качества. Какие формы фосход, кстати? Какие формы финансирования существуют? Насколько я понимаю, это кредиты классические, участие в капитале компании и даже, может быть, безвозмездное финансирование, гранты определенные, что-то еще? Все. Грантами мы не занимаемся. ЕБРР привлекает грантовое финансирование ровно так же, как многие другие организации. То есть, мы ищем возможность участия в наших проектах различных международных доноров. Здесь у нас ситуация какая? Мы смотрим в Украине, мы, как правило, кредитуем, это 80, наверное, процентов портфеля. Это крупные предприятия? Это в основном крупные предприятия. То есть, это кредиты от 5 миллионов евро и больше. То есть, такие кредиты доступны только для крупных предприятий. Отчасти мы акционируемся, то есть, мы принимаем участие в инвестициях в акционерный капитал, но это небольшой объем бизнеса, это примерно 10% от портфеля. Ну, собственно говоря, вот так вот. То есть, это комбинация. Часто бывает комбинация, да, то есть, это кредиты и акционерный капитал. Поэтому сказать, что мы настроены на, наверное, какой-то там один вид деятельности, наверное, было бы неправильно. Что вы можете предложить мелким и средним компаниям? Мелкий и средний бизнес – это, в общем, очень интересное направление, и оно недооцененное здесь в Украине. Мы сейчас осуществляем помощь следующего рода. Банк вплотную занялся следующей деятельностью. То есть, мы привлекли средства Европейского Союза, и мы осуществляем помощь разным компаниям, как правило, это средний и малый бизнес, вот в каком вопросе. Ваша компания на какой-то стадии развития, она сталкивается с тем, что у вас наступает кризис, вы не знаете, что делать. И вот это вот не знаю, что делать, оно зачастую более губительно, чем вливание в средства дополнительное. Мы компаниям помогаем на этом этапе найти консультанта, который им расскажет, что нужно. То есть, это или стратегическое планирование, или сертификация продукции для выхода на новый рынок, или улучшение систем бухучета, или улучшение IT-систем и так далее, и тому подобное. Я прошу прощения, то есть, в компании нет кризиса, она просто на каком-то выросла до определенного уровня. Да, в компании стагнация. Они не знают, что дальше делать. Выходить на новые рынки, расширять ассортимент, развиваться или наоборот сужаться. Такое бывает. Тем не менее, потоки стабильные, клиенты. Да, как правило, компания чувствует себя нормально. В этот момент приходим мы, и мы предлагаем, мы предлагаем какого рода деятельность? Мы предлагаем профинансировать работу консультанта, который направит компанию в нужное русло. То есть, это консультанты, профессионалы, которые мы ищем, как правило, специалистов здесь, на местном рынке. Результаты потрясающие. Можно сказать, что мы, когда мы начинали эту программу активно в 2010 году, спрос был не очень великий. На этот момент у нас уже более полусотни проектов. В этом году мы сделаем порядка 130-140 проектов. Это грантовые средства по линии Европейского Союза. Что это за компании? Чем они занимаются? Компании в основном это пищевой сектор, это сфера услуг. То есть, водители, правильно я понимаю? Да, да. Это IT-компания, это медицинские компании, ну и так далее, и так далее. То есть, ну в основном вот эта вот категория, да, это пищевой сектор, это услуги. Это услуги и производство, это понятно. Да, да. Компания ищет консультанта, и мы на каждого консультанта, вот если брать конкретные компании, мы на каждого консультанта для одной компании, мы готовы дать им безвозмездно до 10 тысяч евро, которые пойдут в счет погашения услуг этого консультанта. В принципе, очень интересная модель и результаты, главное, впечатляют, потому что практически все компании, без исключения, им удалось повысить производительность труда, оптимизировать структуру персонала, расширить ассортимент продукции, сертифицироваться, выйти на новый рынок, да, то есть, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, в условиях, когда привлечь кредитные ресурсы очень сложно, вот эта программа, она является очень интересным компромиссом. Это первый момент, да, то есть, вот такая вот программа помощи малому бизнесу, а второй момент… Выходите и расскажите, какой второй момент. У нас, я, наверное, так не пойду, извините. Я не видел, да. Вот, у нас, в принципе, ситуация очень странная, поскольку мы видим, какой потенциал у среднего и малого бизнеса, и реально, сколько средний и малый бизнес производит ВВП в таких странах, как, допустим, как Беларусь. И Украине есть куда стремиться. Беларусь больше. Да, Беларусь больше. Беларусь производит больше, чем Украина. Вообще, надо сказать, что доля ВВП в малого бизнеса, ВВП таких стран, как Соединенные Штаты Америки или Германия, она очень большая. И это отнюдь не Мерседес, и не Боинг, и не Майкрософт, и это именно малый бизнес. Поэтому помощь вот этому сегменту, она очень важна. И мы будем стараться прилагать все усилия для того, чтобы как-то ситуацию эту решить, потому что дефицит кредитных средств по линии обычных коммерческих банков, он очень серьезный. И мы, ну, конечно, хочется преодолеть эту ситуацию, насытить по возможности рынок знаниями, выдать на рынок какой-то ресурс, чтобы этот сегмент рынка ожил. Вот это, конечно, очень важно. Я знаю, что вы вложились в капитал двух крупных украинских банков. Да. Повлияет ли это как-то на кредитный рынок? Сможете ли вы оживить? Правда, мы стали акционерами. Райфайзенбанковали она 30% и Укрсиббанка на 40%. Ну, мы надеемся, что уже в нашем новом качестве мы сможем, скажем так, мы сможем заинтересовать рынок в… Низкой процентной ставкой. Ну, наверное, это когда-то наступит. Сейчас объективно нет предпосылок для особенно низких процентных ставок. Мечтать не вредно. Комбинация более низкой процентной ставки и сроков погашения. Потому что сейчас, если вы придете в банк, да, сейчас, если вы придете в банк, то у вас, к сожалению, у вас наступит такая ситуация, когда, ну, вы, скорее всего, сможете привлечь кредит на очень короткий период. То есть речь идет о периоде до года, полгода, максимум полтора года. Мы хотим, чтобы бизнес получал кредиты на более длинные сроки, несколько лет. Чтобы был так называемый льготный период, в течение которого терялокредиты не погашаются, платятся только проценты. Почему это нужно? Если вы производитель, вам нужно купить оборудование, внедрить его, получить эффект. Но опять же, это только состоявшиеся компании или стартапы могут тоже получить… Проектами мы не занимаемся, очень большой риск, потому что мы международный банк, просто такие проекты не пройдут через наш кредитный комитет, но это будет невозможно. Я знаю, у вас есть программа, поддерживающая проекты энергоэффективности, энергосбережения. Вы знаете, на самом деле масса программ. Мы несколько лет назад… Вообще, если позволить себе экскурс в историю, в далеком 1998 году мы профинансировали первую организацию. Она была точно одной из первых в стране, она называлась «Укреска». Она занималась энергосберегающими решениями. И в то время это практически было как богохульство, потому что были дешевые энергоносители, никто этим не занимался. Но с того времени мы не только поддерживали эту компанию, мы запустили целый ряд фондов, целый ряд программ, которые мы реализовывали через украинские коммерческие банки. И эти программы позволяли предприятиям разного размера заниматься возобновляемой электроэнергетикой. Они позволяли реализовывать всякие проекты, связанные с новым альтернативным топливом. То есть переход, допустим, от мазута в качестве топлива на древесные билеты. Это все, что связано с энергобалансом зданий и так далее и тому подобное. То есть эти программы были, они достаточно успешно реализованы. И в следующем году, если все будет в порядке, у нас новая программа, достаточно большая, которую мы будем в частности реализовать и через эти два банка, через Райфайзенбанковаль и Укрсиб, которые призваны как раз решать, подходить к вопросу решения вещей, связанных с энергобезопасностью. Энергообеспечением зданий, энергообеспечением городов, переходом на более экономичные, на более интересные решения с точки зрения энергоэффективности. То есть кто сможет обращаться? Компании, которые работают в этой сфере? Частные лица, которые хотят улучшить, если говорить каким-то таким простым бытовым языком, то есть это лица, которые хотели бы улучшить ситуацию, допустим, связанную с энергосбережением их конкретного дома, поставить новые окна, новые двери. Если это частный дом, заменить котельное оборудование или его установить. Но это не только, то есть это один из сегментов. Второй очень интересный момент, это вещь, связанная с товариществами многоквартирных жильцов. ОСББ. Да, таких немало. Они тоже смогут обращаться в банки с вот такими проектами. Как можно бизнесмену следить за новостями, за сайтом или достаточно просто позвонить, к примеру, и там проконсультируют? Можно позвонить. У нас, наверное, отчасти наша проблема, я думаю, что как везде в любой организации, нехватка людей. У нас в основном англоязычный ресурс. Кто владеет языком, пожалуйста, обращайтесь. Вот, кто языком не владеет, тот, ну... Да, неудачный ход. Да, кто языком не владеет, ну, да, то есть тут... Можно звонить в банк. То, что касается консультаций для малого бизнеса, я абсолютно точно считаю, что это очень интересная перспектива. К нам надо обращаться. Мы, кстати, мы увидели, что есть спрос на деятельность этой программы. Мы открыли региональный офис во Львове. Вот, мы открыли... Ну, хотим открыть в первом квартале следующего года аналогичные офисы вот по работе с малым бизнесом в Харькове и в Одессе. То есть мы идем, мы идем к вам, как в рекламе. Вот, поэтому... Даже несмотря на то, что сложная ситуация, есть определенный интерес. Мы стараемся... Мы стараемся, ну, вот, как-то пробовать... Пробовать делать бизнес вот в очень-очень непростой ситуации. Что из этого получится, ну, посмотрим. У нас, наверное, лучшая ситуация, чем у многих, потому что у нас очень, так называемый, глубокий карман. У нас хорошая база фондирования, у нас крепкий тыл, да, это вот принято так говорить. Но этот крепкий тыл, он позволяет чувствовать уверенность в себе нас, как... Уверенность придает нам, как организации. Но задача не в том, чтобы выжить на рынке, да, или комфортно осуществлять проекты, а для того, чтобы в экономику Украины привлечь новые инвестиции. Я вынужден сдаться, я потерял качество. Поэтому поздравляю вас с победой. Спасибо вам. Спасибо. Это были Тайны Гроссмейстера. До встречи через неделю в новой партии с новым Гроссмейстером. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok